LGD против команды комплексти гейминг, фавориты данной группы по групповой стадии против тех самых аутсайдеров. Да, извиняюсь, конечно же, группа А. Да, это группа А и команда комплексти, конечно же, тут фаворитом как раз не являются фавориты команды LGD, или точнее PSG LGD. И комплексти начинают как-то расслабленно брать себе героев. Жакира, Тичес и Патч. Комплексти являются фаворитами на вылет. На вылет, да, вот наоборот, такие вот, ну, с одной стороны, да, окей. Но, знаешь, не, на самом деле фаворитами на вылет уже являются команды Empire. С последнего места 0.5, 2.10 они, кстати, сыграли в общем, так сказать, игровом зачете. Ну, комплексти еще 3.6, как бы знаешь, куда не шло, но выбраться, конечно же, отсюда у них уже не получится. Да, Джали всего лишь по одной карте у Empire и у, ой, извиняюсь, конечно, у команды FTM и у тех же самых PSG LGD. Но пока пики и баны уже в самом разгаре, и, наверное, стоит сказать пару слов про них. Ну, это Morphling, Skivers Mag, Outwork Devour, Beastmaster от команды LGD. Ну, и комплексти с братья Джакира, Тичеса, Пуджа и Лину. Ну, слушай, неплохие пики. То есть, да, понятно, что команда комплексти здесь уже, наверное, даже на победу-то в основном не рассчитывают. Но шансы какие-то есть. Опять же, может быть, этот пик, как нам кажется, действительно странным, но он окажется продуктивным. То есть и Тичес что-то будет делать, и патч будет неплохо, в принципе, хукать, потому что, ну, убивать есть кого. По крайней мере, Sky Mag не является сильным героем. А Morphling можно в очень такой вот неприятный момент выхукать, когда у него все это дело перекачано в ловкость, да, хп нет, чистый дэмэдж и до свидания. Ну, опять же, посмотрим, что из этого выйдет. Пока что пик команды пейзажей LGD смотрится очень страшно, а у команды комплексти, ну, так. Да нет, это уже просто рофл, на самом деле, от комплексти, Тичка-Бучка, все дела, поехали. Берем героев, на которых нам приятно играть, потому что, ну, прекрасно уже понимают, что китайцы из LGD, ну, шансов практически никому из группы не оставляли в большей части случаев. Они проиграли на всего лишь одной команде, и проиграли они на тот момент коллективу Liquid. Liquid, причем, занимает первое место, и поэтому по личной встрече у них выходит то, что Liquid выходит уже 100%. Да, с первого места. LGD выходит 100% со второго места. Они играли с Flight to Moon, и Flight to Moon они выиграли, поэтому, опять же, по личной встрече Flight to Moon занимает третье место, уже обеспечили себе его со счетом 3-2, поэтому он выше их не прыгнуть ни в коем случае. Да, еще помнишь, говорил Iceberg как-то на ужине или на снэках, когда, ну, у нас есть план, мы возьмем в играх команду LGD, но не получилось. В них они проиграли две карты подряд, но да ладно, на комплекте забирать себе Fastless Void. Что это? Это какой-то винегрет. Реально винегрет, а в исполнении комплекса тебя. Ну, то есть, что, Лина дамажит в хроносферу? Окей, Laguna Blade, атаки с руки, хороший радиус атаки, Жакира, пушкаут там может хукнуть. Опять же, может быть, если уж слишком много игроков, команда PSG LGD останутся в хроносфере, то одного хукаешь и просто там его уже вне хроносферы разбирают. Но все же еще от команды LGD появляется рубик. В общем, я понял, это стратегия, это течис для того, чтобы прыгать в хроносферу, а пуш для того, чтобы оттуда вайда вытаскивать. Ну, неплохо. В принципе, в хроносферу можно прыгать всем. Не, вообще, на самом деле, если без рофлов, то течис с Void комбинируется довольно-таки неплохо. То есть, дамеджа там действительно очень немало можно нанести под хрона. На последнем уровне прокачки у течиса, если я не ошибаюсь, 700 урона магического залетает с бластов. Ну, и, конечно же, Void там под хрона тоже может довольно-таки неплохо подзабить. Также Лина, опять же, магический урон под хрона. Но не те, не те. Это пики, которыми можно выигрывать. Вот, которыми нужно выигрывать. Ну, знаешь, там посмотрим. То есть, может быть, нам действительно кажется действительно странный пик на комплексе, хотя там сейчас и фрик на течисе, на течисе, очень сильно, так сказать, расчехлится. Ну, и начнет убивать, в принципе, не только то, что он наносит много дамеджа, он наносит же дамедж по области, так что если Fastless Void закроет нескольких игроков поблизости, то там течис нормально влетит. Будет очень больно, но ладно, посмотрим. Ну, по крайней мере, у нас что? У нас Слим подправляется на мид на линию, Чейси будет фармить, видимо, на этом Fastless Void. Ну, не знаю. Если честно, я все-таки верю в команду LGD. Вот что ты скажешь? Ну, LGD. LGD однозначно. Тут все-таки пик у команды комплексный не тот, которым ты вот прям планируешь выигрывать. Если они на первой карте уже вот так вот не особо-таки серьезно подходят к этому матчу, то на второй, на третьей не думаю, что что-то может измениться. Я вообще не думаю, что третья карта может быть. Ну, быть всегда может. Там, кстати, сейчас пишут о том, что что-то случилось, что-то случилось. В итоге никто ничего не переживает и подождет. Он, честно, все-таки уже осознает, чего ожидать вскоре. Идет в глотку. И снова, ну, это, наверное, просто кастовать Праймл Рорту, да, именно? Блин, я все время, знаешь, так смотрю, ну, прикольно же придумали вот эти все фразочки. Опять же, точка кипения для морфлинга. Ну, очень прикольно, так сказать, звучит, выглядит. Тем более в исполнении этого персонажа. Да, было бы неплохо, если бы опять же все-таки с лором что-то было связано. Потому что как-то в доте оно получается не особо. Да, но обещают же. Артефакт, лор, доты. Там, говорят, очень много будет лора доты. А еще и гида будет. Бессмертие. Ой, там будет все. Вот, я думаю, что мы дождемся этого момента. Увидим когда-нибудь этот турнир по артефакту. И, конечно же, просто-напросто... Привет, Касперу. Привет, Касперу, да. Ну, а это недавно добавили, да, по-моему? Ну, да, да, в предпоследних патчах еще были в твиттере по этому поводу рофлы. Каспер все-таки всех победил. Да, довел бы своего. Ну, знаешь, он очень долго стоял на своем и в итоге одержал победу. Хотя многие говорили, типа, вот что, гида, что, кого, зачем, как же мы будем называть это. Ну, вот, аегис, аегис. Ну, нет, ну, гида звучит не так плохо. Хотя непривычно. Я промолчу. Ну, ладно. Вот, ну что же. У нас что-то затянулось паузу. Сказали, вроде, одну минуту подождать. Я думаю, что, в принципе... Да нет, ждем. В принципе, я думаю, что это какие-то пролаги прямо-таки... Ну, там микрофон попросили, что проблемы у кого-то случились. А, ну вот, вот. Видимо, просто заменят наушники кому-то и все будет нормально. Потому что все-таки это LAN, и на LAN такие проблемы довольно быстро решаются. Это не какой-нибудь bootcamp, на котором может вообще не быть какой-нибудь человек, которым занимается техникой, и может не быть возможности как-нибудь включить другой интернет при проблемах с DoDo с атаками. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я уверен, что на Эпицентре такого не случится. Вообще, в комплекте очень сложное начало турнира было. Если вспомнишь, первый матч, который должен был проходить еще 28-го числа, они перенесли на 29-е из-за того, что у них там. То девайсы не пришли, то еще что-то было. Ну, вот, кстати, такие вечные проблемы. Все продолжают смеяться. Да, задержали рейс на целых 6 минут. 6 минут? 6 часов. А, 6 часов. Ну да, 6 часов-то много. По дота-расценкам это простоять ФК на базе 6 минут. Да мы сейчас простоим на базе 6 минут ФК на лейпаузе. Ну, в принципе, да, окей. Ну, может быть, воздают. Воздают, скажем так, честь той самой задержки. Ребята из комплексти. LGD радуется, LGD нравится этот пик, новая мета. LGD все нравится, им нравится и положение в сетке так-то как бы топ-2. Ну, не знаю, вот комплексти, опять же, вот могли ли они выйти? То есть у нас в группе A, ну, можно видеть Ликвид, LGD, Flight to Moon, Minenski, Empire и комплексти. Вот, честно, изначально я, наверное, думал о том, что, ну, вот Flight to Moon и комплекс не смогут выйти. Ну, вот колы-то не вышли. Да, и Flight to Moon-то как? Не, ну, знаешь, там имперцы, новый игрок, там сейчас туда-сюда его раскатятся, там новый Miracle, как говорили, и все. Ну, а там старые, старые крутые ребята, да. Айсберг, конечно, вообще прям открылся по-новому на этом турнире. Да, ну, айсберг, знаешь, металлся. Уверены, что айсберг нас еще своими пиками на плей-оффе удивит. Да, надеюсь. Точнее, не своими пиками, но ему пикнут классных персонажей. Друзья, не переживайте, вам за этим матчем точно понравится следить. Вообще, сейчас за командой FTM, наверное, даже в некоторых случаях интереснее следить русскоязычной аудитории, чем за Virtus.pro. Потому что про Virtus.pro мы и так все прекрасно знаем. Мы знаем, что эти ребята нас там уже 100% вот прям удивят в каждом матче, хорошо отыграют игру и с какой-нибудь тотальной доминацией вынесут своих оппонентов. У команды Fly to Moon же это для нас становится некоторым новшеством, но они тоже играют прям, ну, очень неплохо. И то, что они уже выходят в стадию плей-оффа для такого коллектива, для такой организации, это очень серьезный прыжок. То есть до этого они играли чуть ли не на уровне, там, квалификации к турниру, мы никуда не попадали. Ну, они играли еще на Starladder, на самом деле. Да, они играли на Starladder, еще выступали, но в любом случае неплохо. Ну, собрались не так давно и уже успели сыграться. Да, при том, что, кстати, знаешь, у Fly to Moon как бы открывающий матч. Не то, что некоторые. Открывающий матч на Эпицентре, самый первый матч на Эпике, вы сможете увидеть команду Fly to Moon, но и еще команду из группы B, правда, пока что их оппонент не определился. Против кого, знаешь, вот Derby, например, Natus Vincere увидеть против команды Fly to Moon будет неплохо. Совсем неплохо, если так посмотреть, то есть можно будет увидеть, опять же, противостояние не Na'Vi, может быть, ну, если Na'Vi сейчас выигрывает команду Paying Gaming, естественно, да, то есть там можно будет видеть и Secret, и Newbie вроде как можно будет видеть. Ну, если Na'Vi выигрывают Secret, в итоге, ну, на самом деле, там еще матч будет в Virtus.pro Secret, так что еще не ясно, с кем придется играть. Ну, либо с Na'Vi, либо с Secret это 100%. То есть тут примерно все ясно. У команды Secret все же с коллективом комплекте, что по личной встрече? По личной встрече у них как раз-таки проигрыш, ребята из Secret проиграли, поэтому Fly to Moon действительно имеют шансы попасть именно на Na'Vi, либо же на Secret. И в такой ситуации в группе A же все уже решено давным-давно. Да, тут уже даже гадать нечего. Это, кстати, по-моему, последний матч, который остается в группе, все. Да, 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 все завершается, и этот матч, к сожалению, ничего не решает. Поэтому комплекте уже и, в принципе, смирились с тем, что они вылетают. У них, конечно, есть там возможность какая-то теоретическая выиграть коллектив LGD и получить счет 2-3 в общем зачете, но Минески они проиграли. То есть личная встреча у них... 2-1 они тогда не смогли их одолеть. Но вот если бы одолели, то можно было сейчас прямо так поднажать и команде из Северной Америки оказаться именно здесь, на турнире, в плей-оффе, хоть и в Best of 1, но в плей-оффе. Ну вот хоть как-то зайти на турнир, показаться на сцене, а так получается, что из групповой стадии из-за отеля вы толком никуда не выйдете, только как зрители уже. Но посмотрим. Я думаю, что у команды комплекте еще большое будущее. Но вот правда печально, что они кикнули Кайла не так давно. Это немного расстроило, наверное, не только северноамериканское комьюнити, но и наше в принципе, потому что многие люди были фанаты, там уже написали, что у них уже в чате, USB, что... Что? Ну, понятно. Не просто команда рисования парня. А там сейчас начнется еще, там еще хуже бывает. Ну, что это? Это Майнкрафт. А, это Майнкрафт. К, С, Б, А, М. Мэ? Амэ. 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 Ну, что же, у нас тут пауза немного затягивается. Пока что ждем, 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 ждем. Ну, сейчас самое затащит на Морфе. Ну, да, он должен затащить. Да вообще, китайцы, по-моему, знаешь, такие герои, как Морфинг, Антимаг. Ну, китайцы подошли серьезно. То есть, китайцы не собираются в этой игре рофлить, как я это вижу. Они действительно будут просто давить команды комплекции, дабы потом немножко отдохнуть. Завтра, опять же, получается, игр нету. У них перерыв некоторый игровой. И просто хорошо, главное, подготовиться к плей-оффу. Потому что LGD в плей-оффе, опять же, все не на 100% будет хорошо. Но там довольно-таки серьезные оппоненты, опять же, с ними могут встретиться. Ну, они с VPF встретятся. Они с VPF встретятся в первом матче. Да, Virtus.pro, члены Слэйеры. К членам Слэйерам 100% нужно готовиться любой китайской команде. Особенно после заявлений Саншенга о том, что выигрывали имя на Егесе. Ну, да, знаешь, опять же, я вот, да, как он говорит. Не знаю, вот, опять же, Virtus.pro проехались, мне кажется, они проехались по китайским командам. То есть они это и раньше делали, и сейчас это сделают. Ну, их-то имя не выигрывали на Егесе, правильно? Ну, да, да. Ну, ладно. Может быть, получится в этом году, например. Прервать китайский привычку брать каждый второй интернешнл. Знаешь, мне кажется, если китайцы реально выиграют этот интернешнл, они специально свой Егес отнесут куда-нибудь, чтобы на нем выгравировали имя Саншенга. Типа, можно, пожалуйста, еще одного, знаешь, добавить куда-нибудь в бок или еще что-нибудь? Ну, блин, увидим. Увидим. В этом году. Не, на самом деле, то, что китайские команды выиграют, ну, может быть, сейчас, знаешь, мы смотрим с тобой за командами Ньюби, за командой PSG LGD. Там в это время играет в Китае еще IG и другие. Ну, в принципе, у них какие-то шансы могут быть. Правда, Ньюби сейчас, но, опять же, OG смогли бы играть. Хорошо. Вот если бы они играли в самом начале турнира вот именно так, или, опять же, там команда OG не брала таких героев, да, как Тичес, но, не знаю. Вот, честно, очень странно. Последний матч, смотрите, еще с китайскими командами. Первый матч с китайской командой, второй матч с китайской командой. Ну, вот посмотрим, насколько, кстати, разница видна, потому что, в принципе, эти команды встречаются против именно Тичеса. OG, OG комплексы. Да, там уже все, все, у нас в чате начинают прокликивать все, что угодно. Можно по сетикам пробежать посмотреть, что у нас есть в Мэйби. Ну, в Мэйби, кстати, в своем... А, кстати, знаешь, вот это опять Абус. Абус Арканы против Рубика. До стиля зеленого. О, началось. Не, ну Тичес на такой. Вот это самый лучший сетик. Какой? На Джокера? Не, на Тичеса, конечно. Стандартный? Да. Не, ну, Жокерос такой, фастсоид вообще без особо, как бы, без оружия, без ничего. Ну, вот и Вайда тоже сет хорош, кстати. Я просто не могу позволить себе шмоточку за 5 рублей в руки. Хотя он, по-моему, со шмоточкой на 5 рублей. Ну, мажор, мажор. Да, мажор родился вообще, как бы... Не, ну, Пуш-то вообще тут, как бы, знаешь, тут вообще с Арканой, с Крюком. Ну, по-моему, это не особо дорогой Крюк. То есть он есть дороже, по-моему, за слезлатой смотреть. Он вообще там какие-то картические стоят. Слушай, это пистолет у него в Щупальце? Да, это пистолет. Это что? Серьезно? Он что, пират? Арканок пират? А, он же пират, да. Погоди, это Щупальце Тайтхантера, в котором пистолет. От Кунки. О, нет, даже, а у кого, кстати? Ну, у Пангольера. Пистолет Кунки, наверное. Да, кстати, не помню, но Кунки. У него в одном из сетов есть пистолет тоже. Да, да, да. Ну, у Пангольера тоже есть, по-моему, как раз, кстати. В одном. Ремни висит. А что там, кстати, комплекции, да? А, не комплекции, наоборот, LGD. Жди, насколько вот китайцы, они очень-очень такие, знаешь, очень, я бы сказал, сильно относятся к этим сетам. То есть там золотые шмотки, огромное количество всяких кинетик гемов и так далее, подобных вещей. Да, да, китайцы любят скупать, причем недавно даже у всех комментаторов старых, которые на International ездили, у них как раз-таки есть кинетик гемы, там, с каких-то шмоток с автографами и тому подобными вещами. Пишут, пытаются, предлагают, предлагают купить. В основном китайцы. Именно китайцы на этом всем очень сильно помешано. Ну, вообще, конечно, классно, да? То есть ты вставляешь кинетик гем в какую-то шмотку и у тебя эффект реально эксклюзивный. То есть больше людей с таким эффектом, наверное, нету, ну, там, максимум 2 плюс 3 человека. То есть вот была ситуация, когда, точно не знаю, какой гем там вставили, но был Elder Titan, нет, Тускар был, и у Тускара был эффект Астрал, Спирита, Элдер Титана. А, да, да. Прямо за ним. Это очень часто, кстати, такое. Это бывает. Иногда они, знаешь, такие перемещающиеся, эти, туда-обратно. Ну, да, есть такое. Но я в основном видел только у Начис Профита в такие вот моменты. У Начис Профита, по-моему, у Траблоеда не встречал. Да. Веселье. Веселье просто в самом разгаре, друзья. Ну, знаешь, сейчас сидят там в отеле, пойдут попьют кофе, пока там у кого-то что-то настраивается, вернутся и будут продолжать играть. Как-то было еще на паузу, так что у нас были ВП. Против Ньюби играли, да, по-моему? Когда были три паузы, большие, и там уже игроки, что-то, не спускались, кушали, там еще что-то делали. Вот. Ну, здесь такое. Кстати, не знаю, из одних наушников сейчас такая удивительная. Ну, хотя ладно, на самом деле, бывает такое, бывает и хуже, бывают вообще там всякие другие проблемки. Ну, вы можете попробовать посмотреть на epiclife.gg. Да, конечно, заходите, смотрите, там на самом деле параллельно очень интересно матчить. Na'Vi Payne. За Payne мы смотрели с тобой пару раз, и, знаешь, ну, Payne могут удивить, конечно. Ну, пока не особо у них это получается. Там уже что-то случилось. Там уже просто, да. Может, еще пять минут в паузе посидим? Да нет, конечно, конечно. Можно там, не знаю, еще что-нибудь придумать. Что-то, например, вчера у нас был на ужин. Я поговорил про сегодняшний завтрак. Да, нет, он был неплох. Надеюсь, кстати, люди тоже неплохо позавтракали. Да, друзья, вот личное мнение выходит, между прочим, сейчас на каналах Рухаба. Можете посмотреть и узнать, что у нас было на завтрак. Да, вы можете узнать там абсолютно все, что у нас было. Ну и, похоже, кстати, Na'Vi Payne уже закончили. Lastu очень нравится ей, да? Он готов ради нее жить. Просто только ради нее. Но, да, было такое. Что у нас? LGD, LGD, PSG. Вот, кстати, как ты относишься к тому, что футбольный клуб, опять же, PSG, договорились с командой LGD, да? Теперь вот это PSG, LGD. Да круто, это круто. Так должно быть. Должен киберспорт выходить на прям вот такую международную сцену и должны быть инвесторы из других стран. Для того же самого Китая это весьма-весьма хороший такой плюс. Все-таки, ну, уже огромное количество было коллективов, которые хоть каким-то образом сфансировались спортивными организациями, какими-то спортивными футбольными клубами в той же России. Спартак, Анжи. Ну, блин, Анжи, это было не настолько, да. У меня очень плохое впечатление от команды Анжи, когда они еще игроков Каманча переманили к себе. Это была отдельная история. Очень-очень печальная. Ну, я не знаю. На самом деле, может быть, такие вот партнерские отношения, они, в принципе, неплохо смотрятся. Но, опять же, это говорит о том, что киберспорт растет дальше. То есть все больше и больше людей привлекается. Это очень круто, друзья. Это очень важно на самом деле. Ну, вот. Что у нас там? На самом деле, вчера Фаббол тоже был Реал Бавария. Там многие люди еще в чате сейчас начнут просто ауто, 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 ауто. Как они там болели. К сожалению, не смог посмотреть. Но я смотрел результаты. Было действительно интересно. Вчера, между прочим, еще и начался какой-то турнир по FIFA интересный. Крутой и, типа, серьезный и так далее, и так далее. Ну, ладно, сейчас не об этом. Сейчас все-таки постараемся как-то поговорить именно о Доте. Доте второй. Дота 2. Как ты вообще перешел из Доты 1 в Доту 2? О, блин, если вспомнить эти времена, это был бра-дата 11 год, когда все получали вот эти вот бета-тесты. Но тогда очень было сложно получить. То есть ты либо подавал заявку в стиме, и тебе там что-то считали часы, что-то еще. И ты такой, типа, получал его где-то в октябре-ноябре, а кто-то шел, просто покупал ключи и гифты. Было время. Ну, я не знаю, вот я, если честно, сначала все время, знаешь, когда что-то новое, когда что-то прилагают, такой, думаю, что, блин, серьезно? Ну, это что-то правда? Вот. Ну, не знаю, я очень долго переходил, очень сложно было. Хотя вот эта графика, вот это все, это было, конечно, намного лучше, чем у первой Доты. А вот ты как? Ты вообще в 2011 году пришел в Доту? Я играл в компьютерном клубе, наверное, пару раз. Но потом уже только во вторую Доту начал как-то более-менее внедряться. Ну, как пару раз? Ну, где-то в недельку раза по четыре как-то собирались, вместе игрались, знаешь, такая клубная Дота. Нет, по-моему, тогда все играли в клубах, по-моему. То есть, потому что тот же AC Cup, тот же... AC Cup вообще тогда не существовало, была Гарена. Гарена, Гарена была. Ну, слушай, Гарена была топ, кстати. Там в этом рейде... Ой, да ладно, да ладно! Ну, мы продолжаем, мы продолжаем. Наконец-таки все-таки игра у нас стартанула. Наконец-таки мы можем посмотреть на Течку-Бучку от команды Комплексити. Бучка-Течесу? Ладно, посмотрим, на самом деле, что у нас тут будет. Пока что перемещаются на линии у нас в мид. Видимо, отправляется все-таки ОД. Мэйби тут в это время сейчас будет 105 крипов на Рубике. На бот у нас отправляется. Вообще, корморфинг и ОД на миде. При том, что бисмастер-хардленер. Там, кстати, в это время тоже комплексити перемещаются. Они двигаются в основном в пятером. Истают, правда, только отстают от них Течес. Позади. Ну, я не знаю, кстати, он там планирует. Во-первых, он может выдвинуться, конечно же. Здесь, может быть, залететь какое-то замедление от Сакс. И Лим может дать свой Лайстрей Рей, если прокачает на первом уровне. Ну, и, конечно же, там еще Фессилс Войт постарается. Да и Хук, в принципе, от Пуджа тоже будет неплох. Либо Рот, который ты прокачаешь, пожалуйста, врывайся. Течес куда хочешь. Героя замедлил, он тебя далеко не уйдет. Ты его еще и саленсишь, дамажишь. Ну, и, в принципе, Ферст Блата, в принципе, гарантированно можно было сделать. Но пока что команда комплекса не спешит с выводами, не спешит с выходами. Ну, и в итоге у нас Пудж продолжает прыгать на своей скакалке из Арканы. Очень такой вот интересный персонаж. На самом деле, когда я увидел Аркану в первый раз, мне стало немного страшно. Когда она появлялась в главном меню, ты такой заходишь и смотришь на это. Что? Что это за фильм ужасов? Тем более, это еще была ночь в обновлении. Это было, конечно, шикос. Ну, что же, ладно. У нас сейчас пошел стоп крипов Рубика на миде. На боте в это время также забрали баунти. У нас получается, что по две баунти достается каждой команде. Му, Чейси, также УД Миссис Морфинга забрали баунти. Ну и, хэв фан, желает у нас сейчас их снова своим оппонентам. Так что, надеюсь, действительно будет весело, здорово и очень интересная игра. Предстоит нам с вами здесь сейчас заметить, увидеть. Кстати, подожди, а что у нас? Так, смотри, ну, это Рубик для мэйби. А, блин, точно, это что? Дефолтная ситуация, каждый день мы такое видим. Да, 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 в мэйби Рубик точно. Я почему-то все забываю. Мне кажется, что, знаешь, все равно Рубик это как саппорт. Ну, то есть, как кор, очень редко для меня когда-то появлялся, но сейчас да. Да, я помню, Миракл взял медового Рубика в какой-то один из дней, один из матчей, точно сейчас не скажу, но, скорее всего, Дака. И так с ним зарофлился, что... Заигрался, да? Заигрался, да. Но, на самом деле, смотрелось даже тогда неплохо. И, в принципе, против Лины будет работать тоже неплохо. Ну, опять же, ноутфилд сработает. Тем более, магический дэмэдж дополнительный для своей команды, если так посмотреть, то... А течиса будет меньше залетать с блатстоуфа. Ну, да, собрать еще пайп. Там, кстати, в это время Скаймак немного проседает на топе. Половина хп у него остается, он делает телепорт, успевает уйти. Ну, его тут уже ничем не остановить, Чеси далековато, Жакира без танов, так что... В итоге у нас УД остается на топе один, и получается, что у команды у GT 3-кора. Там в это время, правда, Пуча опять дынается. Да. Не отдается врагу на нижней линии, но начинается эпично, конечно. Две минуты, Скаймак уходит на ухп, Пуча в это время делает сейчас дынай, но игра продолжается. У нас две минуты всего лишь прошло, ну и на боте. Кстати, вот все-таки, мэйби, Рубик, ну, не знаю. Опять же, Рубик неплох в том, что у него пассивка начала меняться еще с давнего патча. То, что он может устроить сквабангу как в дополнительном уроне от магии, так, в принципе, защитить свою команду. Это очень здорово, да и тем более, в принципе, если ты очень быстро вырываешься, покупаешься Блиндаггер, выходишь в какие-то артефакты на дэмэш, может быть, там, не знаю, вылаз в Дискорд собрать, может быть, еще что-нибудь. В принципе, неплохо смотрится. Вот, но все же, все же, все же, все же. Если сравнивать их в лите прям, леет, 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 глубокий леет, ты смотришь на Лину, смотришь на Рубика, и ты понимаешь, что Лина, конечно же, она как и маг-герой, так и, в принципе, физический дэмэш наносит очень много, а Рубик там пущ-пущ, своей палкой-маталкой накручивает по крипам, по героям, но посмотрим, на самом деле, как из этого все выйдет. 12 крипов, кстати, имеется у Рубика, но он пока что по крип-статусу все-таки лимпа на миде перегнал. Да, на верхней линии все же довольно-таки агрессивная линия у команды PSG LGT, и Алдор Девауэр вместе с Каверс Мейджем все же разбирают пока что Джакиро, и Джакиро, видимо, все-таки здесь не поздоровится. Чалис идет до конца, пробивает уже и Чейси. Чейси попытался уйти отсюда на Time Delation, но в итоге он действительно спасается. Ну да, дал тайм. Ну, кстати, знаешь, вот таймволк прыгнул, а Time Delation дал, и, в принципе, это та самая способность, которая очень хороша Country 2D. То есть использовать Arcane Arby становится чуть сложнее, опять же, кулдаун огромный. Ну, посмотрим, что из этого изменится, там это время Чейси. Сложнее. Ну да, по-моему, они, кстати, КД нет. У него Arcane Arby нет КД. А, да, точно, ну, ошибочка. Почему-то мне казалось, что как-то это все дело решалось. Ну, не суть, да, бывает такое. Вот, ну, по крайней мере, астрал ты ее даешь реже. Тем более кулдаун и так большой. Ну, на ультимейте это не особо действует. Ладно, не суть. Получается. С 0-0 пока что First Blood не было. FY продолжает закидывать своих петушков в этого FSS Void. Ну, а мэйби уже с батлом, с стиками, с, ну, талисманом и фэйрифайром сейчас на миде. Ну, линию он, на самом деле, здесь уже выигрывает пока что. То есть в будущем посмотрим, как это изменится. Но пока что у него все хорошо. Я думаю, что даже если придет какой-нибудь саппорт, опять же, может быть, Sky Mag, может быть, придет... Ой-ой-ой, там Рубик, кстати, на миде очень неплохо проседает. И на него гонит. Он там сейчас руна хасты еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть манга, но не хватит дамажа. Хаста. Просто хаста. Ну, очень своевременно потянулась эта руна для Рубика. Еще Бошбит закинул лимб все-таки свой последний Драган Слейф, но, я так понимаю, там с Виженом были проблемы. Да, ну, ночь, ночь. Вижена действительно маловато. Не особо он видел. Думал, что, в принципе, там не увидел, какая руна. Думал, что Рубик зашел туда и в итоге дал туда на всякий случай. Но если попал, он бы его убил. Ну, не получилось, к сожалению. Там в это время сейчас Чейсен отопия очень сильно проседает. У него нет маны, его сейчас очень сильно нагнетает. Посмотри, пара атак, и можно, в принципе, сделать ферстблат. Правда, там Сакси на развороте. Можно его даже попробовать забрать. Аркейн Орб. Будет ли хотя бы один... Ну, Сакси пробивает просто с руки. Сакси отправляется в таверну. Чейси также здесь может приехать. Начинает пробивать Афвайя. Афвай, если получит баш, отправится в таверну. Это последний удар. Башит Вайда. И в итоге все же размен получается. Ну, Тачис, правда, еще где-то умер. Да, и там еще заданавился Пуч опять. Ну, два раза. Суицид Сквад. Да, да, Суицид Сквад. Очень, очень похоже на это. Ну, с других героев... Пуча динается, Тачис динается. Куча не хватает. Кстати, The Freak. Проблемы, The Freak. Прыгнуть не получится. Получилось. Вот опять Суицид. Слушай, ну, я не знаю. Это, конечно же, что-то с чем-то. Ну, неплохо, неплохо. Ну, по крайней мере, не отдается врагу. И то хорошо. Золото, в принципе, команде LGD получает не так много. Но все же. На топе у нас сейчас и Фай получает Экспериенс Золото. Пуш там пытается поймать этого Скаймага. Но, по-моему, Скаймаг и Рубик это два таких героя, которых Му готов с помощью Кука цеплять и просто-напросто цеплять ультимейтом. Но тут сейчас в это время Пуш попытался выйти вместе с Аксой. Но с Аксой получается слишком много дэмэджа. Пошел Time Delation. Пошли также Аркейнарбы. Неплохо. Забрали Жакира. Продолжает бить уже Чейси. Чейси. Очень немало. Аркейнарба уже наворовал Аутер Девавер. 18 интеллекта. Был бы сейчас шестой. Ультимейт, думаю. Ну, не знаю. Мне кажется, там немного дэмэджа не хватило. Ну, там бы хватило дэмэджа как минимум для того, чтобы распилить Вайда перед Таймволком. Но жаль, что шестого у Чалеса не имеется. Будет пытаться продолжать, конечно же, фармить на этой линии, просто-напросто спокойно добивая крипов. Сейчас у Чалеса все хорошо. 4-2 уже счет. И вообще можно даже сейчас, наверное, приключить на Творце, посмотреть, что происходит на этой карте. У Морфинга все супер хорошо. Амэ стоит внизу. И у Амэ проблем вообще никаких нет. Он стоит против Зефрика вместе с Линой. Конечно, там, если полностью перекачаться в ловкость, может быть, хп не хватит для того, чтобы каким-то образом жить. Но пока все неплохо. Пока вообще не чувствует. Прямо Амэ эта игра врывается. Ой-ой-ой, выбрал Саленс. Хорошо. Лимп рядом. Идет. Идет. Прямо-таки под мину. Мина. Может рваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво это было. Слушай, он завейдил Лагуну Блейд? Да, он завейдил Лагуну Блейд своей формой и очень хорошо отыграл Амэ в этой ситуации. Да, действительно, вовремя поражал свою кнопку. Получается забрать Течиса. Это тоже очень большой плюс. Он не заденайлся. Его в итоге получилось забрать. И Амэ просто отрегнилися на шрайне. Наверху в это время будут проблемы у Чалеса. Чалеса пытается пробить. Чейся очень сильно пробит. Очень сильно пробит. Залетают топоры. Залетает все-таки как Гассившот от Скайверсмага. Его получается забрать Сакса. Пытается жить. Сакса пытается пробить Афвая. Забирают в это время еще и Гуджа. Так, а замедление. Окей, Кабан все-таки байтится. Стики. Будет мана на топоры. Пошли. Эх. Да ладно. 25 капитал по Стики. Ай-яй-яй-яй. Ну, 142 золота Сакса ему получили. Но, знаешь, драка была очень долгая. То есть, опять же, у нас уже за 7 минут 12 фрагов на карте. 3000 золота в пользу Каманды. Пассажир ЛГД, ну, АМА на боте все продолжает формировать. Там, кстати, постоянные вот эти мины с разных сторон. Кстати, АМА там мог еще и подставиться очень сильно. Даже не под лагуну, а под ту самую мину, если бы пошел дальше еще в предыдущей драке. Но этого не произошло. И слава богу. Сыграл он действительно круто. Своевой формой. Теки отечественные в это время на миде у нас пока что занимают линию. Так, ну, подожди. А у нас получается так, что ему дали просто-напросто сейчас получить экспириенсы золота. Но в это время команда пассажир ЛГД просто-напросто пушит Т1 вышку. Туда отправляется Лимп. Там есть сейчас Фесслос Войт, у которого нет хроносферы. На весь шарик Саленс. Ой-ой, Лимп. Как же быстро он разлетается. Как же много дамеров залетает от Чалеса. Откидывается ультимейтом. Ультимейт сильно не дамажит. Не успел наворовать интеллект. И в итоге Лимп все же откидывает очень хороший лайс-страйк Арея. И Чалес абсолютно спокойно отца должен возвращаться. Чалес сейчас может еще и погибнуть. Хотя он все-таки уходит. Тут сейчас еще и хук от Пуджа вроде как хотят сделать. Еще одну тычку. Последнюю тычку дать Чалесу, не успевая сделать ничего. Последнюю тычку хоть по кому-нибудь. Хоть по кому-то, кроме Пуджа, Пуджа отправляется. Нет, Пудж живет. Пуджа отправляется в Терну только лишь сам от себя. Ну, он любит Денайдса, как мы уже об этом говорили. Да, да. И любители этого дела. Так он мог жить. У него нет хила, он лучше вернется на базу, там отхилится и вернется фуловым. То есть зачем находиться здесь на лоу-хп и чего-то ждать, чего-то ловить, что ничего не поймаешь. Тут, кстати, у Мэйби, если что, уже появились флейзы, он отправляет за Сакса вместе с Скаймагом и Сакс погибает. FY пытается отсюда на лоу-хп просто убежать. Ну, ну, понятное дело, его никак не подцепят на этих лоу-хп, главное, чтобы кейпы не убили. Врывается, правда, Чейси, ставится купол на Мэйби, Мэйби будут забирать. Прочекал еще нет ли там еще рядом FY, но в итоге Мэйби... Начинает разваливать также еще и Чалес, уже довольно-таки немало своровал интеллекта у своих оппонентов, ну и... Наша с тобой идея по поводу прыжка в хроносферу не работает, он залипает прямо на границе хрона. Так что, знаешь, сначала прыгать Текису, потом Отечеству, потом уже ставить хроносферу. Не, надо прыгать просто после хроносферы. Ну да, после-после, но он хотел по таймингу, но не получилось, немножко прям залип в воздухе. Ну, бывает такое, зато не заднайлся, жив остался, тоже молодец. 8-7. Ну, что по этой игре можно сказать? 10 минут, 15 фрагов, ам и фармит, и он эту игру закончит потом. Ну, мне так кажется. Все-таки 5000 золота по сравнению с тем, что имеет сейчас тоже в Fassel's Void в 2000. Ну, нетворсы, конечно, очень сильно разнятся. Нужно как-то Fassel's Void нафармить все-таки свои артефакты, потому что с 2000-ми нетворса, когда Жакира, когда Скаймак, когда Путч имеет больше тебя, это совсем не то. Совсем не шик. Да, с этим, конечно, довольно-таки сложно. Не, ну как, Путч, 2500, Void — 2000. Ну, понимаешь, на верхней линии стоять против франжевых героев, конечно, сложновато. Ну, переместите его на бот, там, бейсмастер, в принципе, пускай по фарме там получит. Главное, что Эмми перефармливает сейчас всех своих оппонентов, и Эмми будет очень хорошо действительно в этой игре себя позиционировать. У него может появиться быстрая линька-сфера, прям очень быстрая линька, буквально на 14-й минуте, и тот же Void, например, будет разлетаться прям, ну, супербыстро. Ну, линька сейчас чуть меньше статов дает, чем было раньше, хотя это не особо важно. Тут, кстати, у нас Эмми продолжает просто фармить крипов, что у него есть там Dual Breath, есть также Fate Ball, так что по золоту он тоже неплохо сейчас выходит 4700, обгоняет юну на 600 монет. Мув в это время стоит... Та, это запечались, а? В соло против одного героя. Ну, на самом деле, мне кажется, не лучшая идея, при том, что сейчас еще ОД имеется ультимейт, он просто-напросто взорвет этого пуджа, но при этом сам погибнет от плимпа и его логаноблейд. Ну, ладно, это хорошо сейчас было. Это было неплохо, мув до конца стоял, мув надеялся выжать, и, в принципе, если бы линь пришел чуть пораньше, зарядил сразу логаноблейд, может быть, что-то бы и вышло в этой ситуации. Внизу PSG LGD, все же собираются потихонечку пушить тирадин тавр, здесь же бестмастер, здесь же морфинг, и морф может очень немало дэмэджа выдать под аурой беста. Ну, и потихонечку бест также бегает и просто-напросто дэнает мины Течиса. Ну, значит, тут можно бестмастер оставить одного и пускай он сам пушит, потому что морфинг тоже должен фармить, сейчас ударяться в эту вышку не так уж и желательно этому герою отправиться, не знаю, в лес пофармить, на центральную линию выйти, мэйби куда-нибудь отправить на другую линию, но вот, например, Скай вообще отправился на топ. Он пытается там как-то выиграть крипов, заработать золото, отстоять с Т1 вышку для того, чтобы ее просто-напросто не пропушили, потому что на верхней линии находится сейчас Лина. Лина, кстати, начинает небольшую драку со Скаймагом на топе, проблемы, Скаймаг очень мало хп остается, он дает ультимейт, ну, не туда, куда хотелось, ну, и в итоге Скаймаг погибает, хотя вот мог бы, хотелось бы, но не получилось. 9-9. Тринадцатая минута игры, 3000 всего лишь преимущества за командой LGD, не сказать, что игра равная, но все же не то, чтобы прям вот было супер односторонним. Ну, купол... Не самый лучший, еще и Primeuror, накричали на него просто-напросто. Там еще и... ой, ну, почти что ОД жил, но тут в итоге сейчас Чейси уходит, а вот ОД не выживает, и это 10-й фраг для команды комплекса тебя. Ну, что ж, знаешь, в принципе, колл играют вот так. Вот хроносфера, конечно, была никуда, но и срано ее давать куда-то. В принципе, для того, чтобы наносить демэдж в хроносферу, Фессл Своид еще не способен, у него нет денег, у него нет артефактов. То есть тонкого героя, типа Скаи, этого самого. Ну, да, но он поймал без мастера и просто-напросто... И отдал хроносферу, причем. Да, еще и хук, о боже мой, просто между двух героев прошел, там сейчас еще ему нужно остановить. А можно теперь хрон поставить? Давай, краешком. Да не, а зачем? Ну, и так забрать хроносферу, потратить чуть позже. Ну, ладно, она будет еще довольно-таки долго работать, если что, она еще долго имеется у него. Да, так у него еще аркейн-руной имеется. Ну, если он с аркейн-руной поставит сейчас хроносфера, будет круто. Там, по-моему, меньше на кулдауну, и сможет он еще за свой ультимейт, по-моему, еще одну поставить. Это будет, конечно, очень здорово. Нет, за свой ультимейт уже 100% не сможет, потому что тут осталось 180 секунд, и половина уже практически прошла. Да, да, ну, аркейн-руна тоже не поможет. Ну, ладно, допустим. Окей. Осталось около 90 секунд, 90 кулдаун, получается. 98. Ну, вот видишь, типа, на самом-то деле... Ну, он может просто еще раз своровать, быстрее поставить. Но, в принципе, не привязан к этому. То есть, тут, видишь, он как бы дал, а в тот, в следующий раз может не дать. И Рубик будет очень-очень... Огромчал. Да, ну, хотя, знаешь, тут, опять же, способностей очень много. Тут можно и лагуну, блейд, можно и хуку очень грамотно своровать. Там в это время ставить хроносферу от Рубика. И саксо, 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 получая дэмэдж, есть сразу же ворону на айс-пасс. Ой-ой-ой-ой-ой, как же сейчас Му обидно. Ну, он использовал хук прямо-таки в купол, но в итоге никого выцепить не смог. Ну, и, конечно же, на 15-й минуте LGD выигрывает файт очередной. 4 тысячи преимуществов за ними уже имеется. Начинают все же ломать уже потихонечку базу команды в комплексе. Ну, как базу, ТВ-ра просто. Первые ТВ-ра, которые стоят там далеко-далеко от бараков. Ну, знаешь, все равно, эта 15-я минута уже неплохо. И сейчас очень хорошо сыграл Мэйби, он поставил хроносферу и дал потом айс-пасс, и чуть-чуть по двоим, сразу же ворованный. Вот, ну, вот у нас, вот, не знаю, вот от этого Рубика пользы просто невероятно много. У него способность становится миллион, если контролировать вот так вот, таким вот образом. Вообще, если Call выигрывает это Best of 1, ну, хотя бы одну карту, то это уже для них будет, типа, очень круто. То есть, по сути, матч ничего не решает, но я уверен, что во всех пабликах, во всех, я не знаю, короче, вообще во всех интернет-ресурсах будет сказано, что команда выиграла с тачкой бучкой. Ну, смотри, просто, что делает сейчас самое, он превращается в саксу, делает способности, кидает айс-пасс, возвращается опять в форму эту, закидывает в ликвид фаера. Я все время вот морфингу поражаю, знаешь, на самом деле ты не один, ты два героя в одном. При том, что там, если взять еще какую-нибудь рефреш-арт, то ее так в это время контролирует, мол, айс-пасс, ну, минус мой. Два героя в одном, Festus Void? Ну, да, да, ты превращаешься в другого персонажа, опять в того же Жакира, даешь ликвид фаер, дуал-бресс. Так, это морфинг. Да, я про морфинг говорю, конечно, это все правильно, про морфинга. Вот, два героя в одном, пожалуйста, используй, хоть да не используйся. Кстати, вот интересный факт, большая часть игроков играет на морфинге, понятное дело, с обычной раскладкой, вот, например, Миркл играет с Легаси, и вот прям никаким образом не видоизменена Легаси, забирает в это время, да, Зефрика мы видим. Чайлис также умирает на верхней линии, так вот. Хук. Лагуна залетает, в ответ еще от Рубика, слушай, я вас сейчас немножечко уже... Мэйби дальше идет, посмотри, ну а что делает Мэйби, он идет дальше, Му тут пытается просто-напросто скакать, его никуда не отпустят, он должен будет погибнуть. Еще раз, еще раз скакануть, хотя бы один раз, успеть. Да, 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 он успел, два шутка, но Хук не туда, и это минус-герой. Ну, что тут просто уже говорить, реально, команда играет с Рофлопиком против ЛГД, которые действительно чуть ли не одни из фаворитов Эпицентра, но тут мне кажется, что просто уже можно посмеяться, немного поговорить о своем. Так вот, закончу мысль про Легаси-раскладку. На Морфлинге играть с Легаси-раскладкой, это надо понимать, что кнопки на всех героев, там, в кого бы он не превратился, он в того же самого Войда превратится, у него будет не на кувы, е, таймволд, таймделейшн, таймволд, ладно, тут еще плохой вариант. Лина превращается в Войд в Лину, и у него Лагона Блейд на одну кнопку, я точно сейчас не вспомню, что там было, но, по-моему, была кнопка B или L. Там в это время ФСС Войд погибает еще. Ну да, да, ты знаешь, это как еще в первой доте было, когда она способна. Да, да, Дракон Слейф на другую кнопку, Лайстрайкер Инд на третью, превращается в Течиса, и у него далеко не те самые кнопки на вот этих вот скиллах. Да, да, понятно, у них там своеобразно. Какие кнопки у Пангольера на Legacy раскладке? Там, там вообще сэбей. Ну что же, 2011, команда LG действительно... Не, ну в смысле просто интересно реально, потому что его же добавили, получается, только во второй доте, и Legacy раскладка на Пангольере, это, наверное, те же самые QVE. Да не, может быть, что-то не ноет, то есть там же, получается, было так, что в первой доте вообще были способности от первой буквы названия скилла, по-моему, если не ошибаюсь, и если они пересекались, то они там уходили на другие, на вторую букву примерно. Вот, но это было еще с Варкрафта, это еще было давным-давно, но не суть, не суть просто дела. Тут в это время сейчас смоки пошли от команды пассажей LGD, пытаются поймать доминаторного крипа 200 золота, залетает Мэйби, цепляет лимпа, есть Саленс, это минус лимпа, это минус еще и зеленая бомба, которую взорвал Тичис, но, как бы, что от этого происходит, там еще и мины взрываются. Ой, Тичалис, как же больно. Ну, приятно, ну, неприятно. Приятно получать такую боль, хотелось бы сказать. Да, неприятно. Там еще и продолжается, кстати, The Freak обставляется, ты посмотри, у него мин-то дофига, но верхняя линия... Ну, вот Чесси, наверное, тоже неприятно получать такую боль. Ему больно, ему просто больно, у него больная боль. А ты посмотри, что Рубик ворует. Рубик ворует сейчас еще и стон мины, там в это время забирают именно этого героя, взрывается бейсмастер, Мэйбет очень-очень сильно проседает, контролирует Муму, забрали, прилетает сюда опять же. Ой-ой-ой, там сейчас ОД должен будет, скорее всего, ой-ой-ой, Саленс, опять же The Freak. Боже мой, как играет команда пассажей ЛГТ? Чалис живет, но залетает последняя точка. Девчика П, Девчика П, Гим, Доминатор, все. ОД, можно, пожалуйста? Он еще ПТ собирает. Собирает себе ПТ, Доминатор, Ринкова Квилл, Нарисман, и, ну, там уже действительно смех, Сакс в это время пытается там как-то верхнюю линию задержать, но к нему сейчас просто-напросто отправляется как раз именно Мэйби, и он будет его наказывать. Мэйби убивать Сакса пробивается. Убийца, убийца, тут еще Ама пришел. Ну все, 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 Сакса 100% в таверне, ладно. Я вот слышу, не знаю, слышно ли это на стриме, но там в матче на Ави Пейн что-то очень интересное происходит. Да, там эмоции прям. Да, 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 я вот сейчас слышал, наверное, Джема чуть громче, чем иногда слышу Диму. Слышу себя. Абсолютно везде. Короче, там жестко, ребят. Да, там жестко, там очень жестко. Но у нас чуть помягче, я бы сказал. Знаешь, что у нас такое? Или Na'Vi могут проигрывать. То есть есть два варианта, когда Джем так кричит. Либо когда Na'Vi проигрывают, либо когда Na'Vi делает что-то жесткое. Na'Vi выигрывает Салат, может быть. Типа в ноль. Там, знаешь, 20-0. 40-0. В принципе, против команды Пейн это не то, что настолько удивительно, но... 20 минут Рубик аганим. Он уже собрал себе аганим и... Лагуна Блэй чистый дэмэдж. Там Акропира, она действует дольше, наносит больше урона. По-моему, чистый урон наносит. И пульс скуком. То есть там очень больно. Я даже сейчас посмотрю, что это будет. В то время пытаются собрать УД. Ну, УД приехал, УД загулянул. Чалес все-таки не может тебе позволить вообще абсолютно все, что происходит. Ну, он остался один на Бойсе. Там никого не было, там было пять игроков в команды комплекте. Вот и все. То есть там поддержки вообще никакой не было. И поддержать этого УД нечем было. Кстати, Морфинг уже в шотган почти вышел. Там остается буквально несколько монет. Он будет шотганить Лину, он будет шотганить Тича, он будет шотганить... Да в принципе, почти всех. Там пару атак стульки, потом Мазериал Блэйд и Адаптив Страйк. Все, до свидания, это будет. Тут в это время у нас еще и пушится Т2-вышка. Кстати, по внешним тейверам остается только нижняя линия полностью стоит, там Т1, Т2. Но это все благодаря, наверное, именно Тича, именно Миньору, потому что он там нормально обставился. И та драка, которая была на нижней линии, могла на самом деле закончиться тем, что там до Т3-вышки бы дошли. Тут сейчас еще и Морфы немножко взорвали, но встречают еще и Фейслос Войда. Ты понимаешь, шотган плюс Сайленс Скаймага. Да, это жестко. Это же очень больно. И под это все опять же будет еще и Атериал от Морфа работать. Вот прямо сейчас он себе надел в этот Атериал уже на 21-й минуте. Пассивка Рубика еще, не стоит забывать. Еще какой-нибудь Вейл в Дискорд. Фантастика. Да все, нет, это реально крутой пик. Ты посмотри, бля, с команды PSG LGD, там просто планка Апкан сейчас. Там в это время, правда, на центре цепляет сейчас Олимпа. Знаешь, есть такое ощущение, что LGD просто испугались в какой-то момент того, что... Делают, ну, типа, каких-то новых героев берут. Течасы берут комплексы, наверное, не умеют с ним играть. Наверное, они сейчас будут пытаться нас выигрывать по-быстрому в 2-0 в Изи. Посмотри на пуджайты и миньоры, просто посмотри. Они на самом деле там тусовались минуты две. Они просто вставляли мины и ждали, пока пудж кого-то хукнет. Ты видишь там вот это обстоятельство? На топе в это время сейчас пушится Т-3 вышка у команды комплексити. Должны, наверное, падать и бараки, но это будет сейчас неприятно. К вам заходят на хэкграунд. Где ты ставишь мины? Н. Непредсказуемость. Пудж встает, стоит там же. Там никого нет с командой PSG LGD? Фотка плохо получилась, как бы дело селфи и немного накосячился. Отлично пришлось горизонт заваливать, да. Надо еще раз заскринуться. Рыбак просто, просто рыбак. Типа, ребята, эй, это я на эпицентре. Да, а не, подожди, он может сейчас кого-то забайтить. Подожди, вот он байтит, посмотри, он байтит. Это мастер байта, ты посмотри. Если, конечно, сейчас Праймл Рор, если он сейчас умрет до того, как дойдет оттуда, это, конечно... Да, он задонавился. Но не забайтит. МВП данного матча. Сколько, три раза задонавился? Три, три, три. Три, четыре, по-моему. Я не знаю, много. Ну, четыре раза. Вот, кстати, пошел сейчас уже. Ну и все, имена здесь нет. Ну, хотя бы крипов зафармить. Взрывай. Отлично. Он там в это время погибает сейчас еще и от морфинга Миньор, там Фесс Освоид погибает. Ну, 14 тысяч на 23-й минуте, 29-13 у нас по фрагам. Конечно, пассажири ЛЖД просто своего оппонента не чувствуют. Честно, у Фесс Освоида есть Хроносфера, есть Маск оф Мэднес и все. То есть дальше он собирает себе... Я даже не знаю, что ему еще собрать. То есть тут уже ничего не поможет, мне кажется. Максимум можно подумать о Блокинбаре для того, чтобы ставить Хроносферу и не погибать, опять же, вот какого количества контроля, сайленса, морфлинга с Изэрел Блейдом. Потому что сейчас морфлинг просто-напросто стоит на хайграунде, его пытаются пробить, но, по-моему, у него Аегис, и его сейчас просто-напросто дразнят. И вот, посмотри, он просто перекачивается, живет, и... Ну, да, как бы Аегис не выбили, пытаются его пробить дальше. Его сейчас сейвят ОД, и драка будет продолжаться. Там сейчас контролируется трика, ультимейт. Он сейчас морф, еще можно будет как-нибудь изнуть. Нет, уходят на вейформе, его подхилить и просто с морфа там как-нибудь визуально разбить. Вот, и кого, и снова бить, но там Изэрел Блейд, и все. И Чейси минус. Минус лимп, хрансфер оставится от Рубика, Мэйби, ну, я не знаю, это просто какой-то разнос. Действительно, от команды PSG LJD они просто не чувствуют, они не чувствуют команд комплекса. Это понятное дело, если команда играет серьезно, если команда прям набирает действительно классный пик, которым можно выигрывать и другие коллективы, а другой коллектив просто берет персонажей, на которых они хотят поиграть, и персонажей, на которых весело порофлить, то получается примерно вот такое. Забирают, правда, сейчас Эми. Я уже думал, что ноль смертей у него будет в этой игре, но нет. Нет, ну, ДТ шел слишком далеко, но там, по крайней мере, Мэйби просто-напросто уничтожил абсолютно всех. Там еще Метеор Хаммер на ОД. Миньор прыгает, миньор погибает, но пока уже комплекса и пора писать, Геймвелл Пэк, потому что PSG LJD стоят под фонтаном. Да все, уже на фонтане помирать немного. А ты что, LGD же не смогут зайти на фонтан? Зачем нам заканчивать эту игру? Зачем писать ГГ? Ну ладно. Присходство богов Мэйби, как бы. Здесь больше ничего не нужно. У Мэйби, да, просто откроют, просто чтобы люди видели. Это 12.2.15. 25 минут. 25. Вот так это выглядит. Типичный китайско-североамериканский паблик. Ну, я бы не сказал, что это паблик. Ну, не паблик. Может быть, там ЦМ рейтинг. Да. Вот, но вот такие Т4 падают. Т4 падают, Линны нет, Фессла с Войда нет, Жакера тоже нет. Вообще, понятно, то есть тут игроки, они не какие-то плохие люди или что-то с ними не так. Они играют на турнире, они играют в матч, который уже ничего не решает. Мэйби, проблемы. Ну, слушай, ну Мэйби забрали. Мэйби забрали, Вайда забрали. Мэйби, 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 комплексный сможет выиграть. Вот Эмми, я думал, что вообще ни разу не умрет. Но он умер. Точнее, извиняюсь, Амми ни разу не умрет, но он умер. Мэйби умирает третий раз, так что это, в принципе, не так жестко. У него догон уже как бы. Догон, блинка, гоним ему можно. 21 тысяча. Там почти что тысяча золота в минуту преимущества. Да, второй догон. То есть там сейчас будет очень больно, там, по-моему, Мукая у Скаймага, он собирается еще дальше. Боже мой. Это вот, Фесса Свойд. Ой. Так, а бить, зачем бить Аммэ? По-моему, его сейчас попытаются, конечно, съесть. Он делает вейформу, он разворотит, делает сейчас фраг один. Ему никуда не уходит. Му просто получает огромное количество дэмиджа, Амм превращается в пуджа, начинает его хукать и просто-напросто пробивать с руки. Это минус Му должен быть сейчас. И это уже восьмой фраг для него. Когда 16, даже одна смерть тебе не так уж и плохо действует, когда там это время сейчас УД делает фраг. Ну, Метеорхаммер, Плинк, как бы, там, потому что... Это мэйби. Да, это мэйби. Это Чилес. Как жарко. Чилес это... Да, действительно жарко. Линк просто-напросто уже не знаю. Он уже должен ничего не чувствовать. Но, кстати, на улице сегодня тоже жарко. Да, тепло было, как мы выходили. Правда, странно, что на телефон приходит предупреждение о том, что будет буря. Не, ну, буря у нас сейчас в этой игре. По-моему, буря все-таки пришла. В итоге у нас сейчас пытается все-таки зафрик как-то игру эту сдержать. Но тут сейчас залетает еще и ОД слишком далеко. Он пытается контролировать, конечно, Саксу. Мины пошли, ОД, внутри просто мины, куки, абсолютно все. Я чувствую, что ОД все-таки заберут. Ну, добегался. Да все тут мясо. Просто мясо. Мясо это пудж. Мясо это пудж. Да, и у него есть вторые, стоп, подожди, там у бисмастера, по-моему, вторые некрономиконы. Да, должны быть. У пуджа только ходов дефайнс, у урна, транклил бутсы, ну и выход биндаги с следующим артефактом. Вроде все. Ну, то есть сейчас должны заходить, доламывать последние линии, либо идти просто-напросто. Там зафрик, кстати, сейчас очень сильно может пострадать, но он, наверное, не догорит, все-таки живет на лол хп, да, есть очень мало хп остается. Ну, действительно, игра уже не совсем так идет, ну, там, фэс-эсвот погибает, кстати, от морфинга. Она вот какая-то разница, знаешь, вот, не знаю, фановая-нефановая, но такое ощущение, что действительно команда LGD, то есть, ну, одни допускают такие моменты, которых вообще нельзя было допустить в профессиональном матче. Ну, в принципе, как команда комплексит? Ну, они оба уже рофлят, то есть, комплексит просто начали это делать раньше, они взяли рофлопик. Не, ну, подожди, Мэйби показал своего Рубика, который как-то ворует... Осталось решить, кто рофлят жестче, либо комплексит, или LGD. То есть, LGD, понятное дело, рофлят, отдаваясь комплексит. Вот, если Ама сейчас умрет, я готов LGD отдать первенство. ну, он не погибает. Его бьют втроем, он просто уходит отсюда и он сейчас начнет делать фраги. Просто подходи по одному, пуш пошел за ним зачем-то, ну, хотя, по-моему, он его спокойненько может, так сказать, забрать. Именно говоря, про Блэфлинга. Игры для того, чтобы просто статус ее поднять. Где-нибудь там на какой-нибудь датабафе, чтобы смотреть в персональный профиль. А вот это, кстати, неплохая храносфера по двум героям, maybe. И снова. Ну, посмотри, пробить. Хорошо получилось. Лимпа, правда, в это время чуть ли не забрала Ама. Залетает еще. О, да, слишком далеко. Посмотри, но Фестлай погибает. Ой, Ама, что случилось? Лайт страйк. Да. Рей залетает по Пуджу, Му тоже будут убивать. Чалис остается в живых дабл килл для Эми. Ты представляешь, сколько сейчас большой атак спид просто-напросто морфинга, если он превратится обратно? То есть у него же пассивка Лины работает. Кстати, да, это очень жестко. То есть там дэмэджа мама не горюй, но вот сейчас он должен это делать. или же что ли там? Он пока что продолжает действовать. Ну, сейчас скилл это разбросает. Надо посмотреть. Надо это увидеть. Нет, он уже не стал переобращаться. Там еще и Некранч, между прочим, был, Некраномикон, который увеличивает тебя кучу всего. Да, но там морфинга сейчас очень мог много дэмэджа насти, но, видишь, у него проблема в том, что у него не вагилити вкачано. То есть сила еще вот, опять же, 3900 хп сейчас только-только начинает перекачиваться вагилити, хилиться. В это время на топе начинается драка, подцепили ОД. Но тут уже пошли просто фраги. 46-19 продолжать, это будет команды комплексы, а не эту игру. Ну, вот хоть и так не хотят ее давать. Они все равно продолжают сражаться до белого коленя. Мне кажется, это будет еще, знаешь, матч эти примерно минут 5-10. Может, может больше. На самом-то деле, кто знает. При том, что морфинг собирается уже более-менее серьезно. Монта, Монта Стайл есть также Зерял Блейд, Линка, и выходит он дальше еще и в Скаде. Больше статов, больше ловкости, больше берст урона. Что же у нас тут сейчас получается? Мы и Би тоже тут уже догон себе почти что дамаксил. Ну, еще осталось два левела, при том, что он купит себе еще и Зерял Блейд, и там уже будет два из Зерял Шота от PSG LGD. Ну, и там можно будет неплохо разбрасываться ультимейтами Скай Мага, Рубиком использовать огромное количество способностей. Ну, там же, опять же, Лагуна Блейд какой-нибудь или еще что-то. Правда, Лагуна Блейд чистый дэмэдж, и логический урон никак не увеличится. Чейси будет сейчас потихонечку делать себя Мельстром, точнее, Мьёльнир, Мельстром у него имеется. В общем, довольно странно. Ну, если сейчас посмотреть на Нетворса, то, в принципе, примерно понятно, что шансов команды комплексы уже не имеется. 26 тысяч. Не, ну, подожди, 26 тысяч можно отыграть, как бы, и кто-то 40 тысяч. нельзя отыграть, если LGD зарофлится, тогда можно отыграть, но LGD не зарофлится. Не, ну, подожди, топ-4 Нетворса пока что за командой пассажиров LGD. Это можно измениться. Лина идет, а она набирает себе золото. Там и Фесслс будет стараться тоже что-то сделать. все, LGD надоело рофлить, он, может, прыгает, может, говорит, сейчас я всех раскидаю. Представляешь, они могут нарваться на мины, которых сейчас очень много. Ну, Эмми приходит, Эмми приходит, Зефрик почти убили, Зефрик умер. Окей, Му, пытается кого-то хукнуть. Чалис, снова чалис, в команде LGD чалис был тем, кого съели бы первым. Не, на самом деле, это получилось так, что хука от пуджа залетел неплохо, он забрал мэйби, в конце концов. То есть, это получилось сделать, там сейчас уже Ама продолжает хукать и пытаться сделать работу пуджа, но забрали Т-3 вышку на миде, хорошо. То есть, еще остались бараки на миде, бараки на боте, это три вышка. Тем более, крипы команды Дайр идут сейчас на Т-2 тавр на боте. То есть, они идут и сейчас будут давить там. Ну, а что еще? Это мое! Тут уже начинается, в игре уже начинают говорить о своих делах персонажи. Ну, да, морфлинг 21000, на Творс, конечно, космический вардов, тоже команды LGD, пассажир LGD очень много. Там сейчас еще на центре. Надо перестать ровить на самом деле LGD, потому что опасно реально. они могут, они могут заиграться, они могут заиграться, они могут отдать эту карту, но там в это время сейчас еще забирают Жакиру, у которого есть байбок. У Лины появляется БКБ, ШКА это уже интересно, потому что подцепить ее будет сложнее, убить ее тоже. Ультимейт пошел от Скаймага, но первый БКБ сразу же используется после ее же покупки. Ну, а Ганин тут в это время появляется на Скаймаге, и вот это уже будет больно. Ну, спамчат пошел, кстати, отлично, СМЕ хорошо, не сдавайте. Так, тут хукнули Пуджа, хукнули Эми. Эми хукает обратно. Нет, Эми не попал в хуком, боже, это был бы такой хайлайт. Ну, на самом деле, Фама так себе, знаешь, но Пуджа пытается что-то сделать, но и не знаю, он ломает варды, может сейчас, кстати, он может использовать насмешки, ой-ой, а вот это, кстати, неплохо. Это было жестко. И посмотри, мин взрывается, в итоге никому демэдж не наносит толком, и сейчас команда пассажей ЛГД должна доломать бараки на миде. Слушай, а были же какие-то баги или что-то подобное, когда ты хукаешь, тебя хукают. Ой, тут реально было. Да, было такое, по-моему, кстати, хроносферка ставится краешком, но... Знаешь, что жестко? И что? Мэйби! Какая хроносфера ультимейта Скаймага с Аганимом, и это байбэси ставится пауза. Это пауза. Одна секунда, подождите, стратегическая пауза. Окей, поехали дальше. Да, продолжаем смотреть, Лим в это время точно не живет, он должен погибнуть, сейчас будет от Скаймага. Ну и все. А, или нет, подождите, Лина живет, она подняла... А, нет. Скаймаг ее все-таки добивает, доломут бараки на миде, должны сейчас бараки на боте доломать. Ну, что же, Саксо... Ой-ой-ой-ой, тут это в это время Юла, окей, иду дальше. Саксо отпрыгивает отсюда на Блинкауте. Ой-ой-ой, врывается чалис, начинает пробивать Саксо, Саксо умирает с прокаста от Марфа. Абсолютно просто... Там все, но это ГГ. ГГ, да, ГГ, ВП, наконец-таки, не стали это тянуть до 300 минут, все-таки комплексти решили согласиться со своим продолжением с счетом 55-21 с преимуществом в 15 тысяч на 15-й минуте где-то, наверное. Ну ладно, ребята повеселились, это была первая карта, ко второй карте либо соберутся и будут серьезно отыгрывать по-быстрому эту игру, в течение это Best of 3 противостояние комплексти закончат и сыграть все-таки. Это их последняя игра на эпицентре, стоит отметить. Да, они должны запомниться народу и если ты берешь Буджа и Течиса и вообще всех рофлогероев, то, наверное, ты лучше запоминаешься, чем если ты просто пытаешься как-то выиграть LGD, которых ты не можешь выиграть в нынешней форме. Матч подобный All-Stars? Да, 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 но не All-Stars, но все-таки действительно, может быть, по рофле тоже бывает интереснее.